МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей, первый вопрос будет к вам. Что представляет собой парашютный фестиваль по точности приземления? Это у нас уже традиционный, четвертый севастопольский парашютный фестиваль, в который, как всегда традиционно, входят основные соревнования, которые были заложены еще в 60-е годы. Это Кубок Героя Советского Союза генерал-майора Острякова Николая Александровича, Кубок памяти заслуженного мастера спорта Олейника и Кубок Грам-при Севастополь-2015. В этом году мы также учреждаем прыжок памяти. То есть этот прыжок, который идет в зачет этих соревнований, это прыжок в память адмирала российского флота Никонова. Все дело в том, что к нам обратились родственники, которые хотели увековечить, естественно, память своего, скажем, родственника на сегодняшний момент, который уже давно ушел из жизни. И оказалось, что это достаточно очень замечательная и интересная личность. Вот к моему стыду к Севастопольсу я, допустим, не знал о том, что адмирал Никонов в данный момент, в 876 году, был градоначальником города Севастополя. Что он защищал наш город Севастополь в 853-854 годах на обороне Севастополя. То есть это достаточно такая грандиозная личность, которую, в принципе, по большому счету, всем составом нашего парашютного звена, парашютного братства хотелось бы, естественно, увековечить. Как, в принципе, слова Казарского звучат, что потомкам в пример. Вот как бы так. Значит, сами соревнования запланированы масштабно. Прыжки выполняются на аэродроме Юхарина-Балка. Это кубок Острякова с кубком Оленикова. А кубок Грам-при Севастополь-2015 проводится в городе Севастополь на площадках, как, в принципе, опять же, традиционно. Это кубок Нахимова. Прошу прощения, площадь Нахимова. Графская пристань, набережная Корнилова, солдат-матрос, памятник. То есть в зависимости от метеоусловий мы будем вот эти площадки разыгрывать на фестивале. А сколько он будет длиться? Ну, фестиваль пройдет, значит, практически неделю. С завтрашнего дня начинаются прыжки и 20-го закрытие соревнований, которое пройдет на 35-й береговой батарее, где также будет совершен финал Кубка Острякова. Там мы закроем эти соревнования. А сколько людей вообще будет принимать участие? Ну, ориентировочно где-то до 40 человек. Еще пока не все спортсмены приехали. Традиционно хочу сказать, что очень для нас, скажем, имеет значимое значение, что на соревнования приехал представитель Евросоюза с Риги спортсмен, который, в принципе, очень был заинтересован посмотреть наш прекрасный город и поучаствовать в этих соревнованиях. Также представители ЛНР и ДНР. И, как ни странно, приехала команда Украины. Ну и, естественно, ведомство Российской Федерации и наш Севастопольский авиаспорт-клуб, который будет представлять, естественно, представлять, скажем, свое спортивное мастерство на данном фестивале. Ну, в любом случае, будут победители. Какие будут призы и как будет проходить награждение? Ну, в принципе, награждение, как и во всех видах соревнований, лучше и получает по заслугам. Самый важный кубок, я считаю, это будет кубок имени героя Советского Союза Стрякова и кубок Гран-при Севастополь 2015. Это достаточно очень серьезные соревнования. Они абсолютно не похожи друг на друга. Если прыжки на кубок Острякова осуществляются на 0,2 см, это признаны Международной Федерацией парашютного спорта ФАИ, то кубок Гран-при Севастополь 2012 будет осуществляться всего лишь на 1 см, то есть на классический 0. То есть ногой нужно попасть в датчик 1 см диаметра. Это будет результат самый хороший. И отклонение 0,5 мм от этого диаметра 1 см будет уже штрафное очко. То есть на сегодняшний момент набрать и попасть, стать победителем в данном типе соревнований достаточно очень сложно. Условия довольно-таки серьезные. Ну, во-первых, крымская погода, она нас радует в кавычках. Во-первых, эти ветра, вы сами, наверное, выходите на улицу, видите, как дует ветер достаточно плотный, северо-восточный. Это нам дополнительно дает определенные сложности. Ну, я думаю, мы справимся, все будет нормально. Я тоже в этом уверен. Владимир, расскажите, пожалуйста, про перспективы развития парашютных фестивалей в целом. Парашютные фестивали, они уже стали традиционными, ежегодными в Севастополе. Наша задача стоит популяризировать этот вид спорта, и не только как вид спорта, но и профессию нашей молодежи. Стратегическая задача, которая является государственной задачей и возложена на ДОСАФ России, на постановлением правительства России от 2009 года, 973-я, которую в свое время подписал будущим премьер-министром Владимир Владимирович Путин. Эта задача состоит в допризывной подготовке молодежи. Уже сейчас ставится задача перед региональным отделением ДОСАФ России в городе Севастополе о подготовке молодежи по военно-учетной специальности «Парашютист» для Вооруженных сил Российской Федерации. Я думаю, что в 2016 году будет проведена основная подготовка для того, чтобы севастопольцы, призываясь через военкомат городской, получали перед убытием Вооруженной силы профессию «Парашютист». Поэтому мы рассматриваем площадку ежегодного фестиваля парашютного в Севастополе как стратегическое мероприятие развития мужественного вида спорта и мужественной профессии современной молодежи, современных российских молодых парней. Анатолий, а каким образом идет развитие сейчас авиационного крыла в ДОСАФе? В начале года нашим региональным отделением был получен после капитального ремонта самолет Ан-2. Было получено 15 парашютов для начала жизнедеятельности. Благодаря директору нашему ОНОДПО продолжает наше АСК наполняться техникой. Вы видели у нас тандем прыжки с трех километров выполняет. Это когда инструктор прыгает, впереди его пристегнут студент. После этих прыжков, то есть если человеку нравятся высотные прыжки и свободное падение, он может пройти по программе АФФ, то есть самостоятельно выполнять прыжки с такой высоты, с задержкой 40 секунд и больше, и с перспективой потом обучиться дальше на инструктора, готовить таких же парашютистов юношей, как и он сам. А есть ли уже примеры людей, которые могут стать тренерами? Насчет тренеров, наверное, больше Сергей Борисович скажет. Я вам скажу, что у нас на следующий год есть два человека, которые изъявили желание поступать в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Сейчас два. Я думаю, когда люди увидят в небе парашют, этих желающих будет больше, когда мы начнем общаться со школами, непосредственно рассказывать им о службе в войсках. И я думаю, что мы это сдвинемся, то есть мы приведем к тому моменту, что мы выйдем на тот уровень, на момент подготовки ДОСАВ Советского Союза. Вопрос времени. А вы лично своим примером можете показать, как правильно прыгать с парашют? Я лично своим примером показываю. Я являюсь спортсменом второго разряда. Я являюсь подопечным Сергея Борисовича. Парашютист второго разряда, 289 прыжков. В 1995 году выпускник Рязанского воздушно-десантного училища. Владимир, а что дает членство ДОСАВ? Членство ДОСАВ, как общественной государственной организации, дает прежде всего молодежи чувство единения со своей родиной, Российской Федерацией. Когда военно-патриотическое воспитание начинается еще с ранних классов школы, в конце концов оно достигает основной цели воспитания патриотов. Это развитие также физической культуры, здорового образа жизни, технических и авиационных видов спорта. Наша организация, которая в 2017 году отметит свое 90-летие, в сложное для страны время, готовила и авиаторов, и парашютистов, и специалистов морских профессий, и водителей. Этим самым же организация продолжает уже заниматься и в Севастополе, и в Республике Крым после воссоединения с Россией. Восстанавливается обучение молодежи по военно-учетным специальностям. В Севастополе на подходе, в Республике Крым уже три города готовят специалистов. Это Бакчисарай, Симферополь и Керчь. А вообще у молодежи большой интерес к авиации? У молодежи традиционно к авиации был повышенный интерес. Потому что это мужественная профессия, это профессия, которая позволяет реализовать здоровые амбиции, патриотические, проявить силу характера, духа. Кроме того, я считаю, и со мной согласятся, наверное, все мои собеседники, что среди летчиков, парашютистов больше всего, наверное, одаренных людей. Потому что за считанные доли секунды нужно уметь принять верное решение, управлять тяжелым самолетом с огромным вооружением или в гражданской авиации. Это наиболее сложная профессия, которая, к счастью, ДОСАФ может и имеет базу для того, чтобы готовить нашу молодежь. Ну, в целом, парашютисты, они же, как я понимаю, обладают все-таки чувством страха какого-то. А с этим же тоже как-то борются, правильно? Ну, страх, видимо, присущ всем людям. Да, только парашютисты, наверное, каждый раз, совершая прыжок, перебаривают его и осуществляют тем самым маленькую победу над собой, демонстрировав свою силу духа. Поэтому мы должны с уважением проникнуться к этим людям, которые выбрали своим увлечением парашютный спорт. И я бы хотел призвать жителей Севастополя присутствием своим украсить парашютный фестиваль, привезти с собой детей, родственников и действительно насладиться зрелищными минутами парения парашютистов в севастопольском небе. То есть приходят все желающие? Да. Хорошо, спасибо. Сергей, перспективы, как по вашему развитию именно этого фестиваля? Вы будете расширять что-то в следующем году, добавлять? Ну, я хотел бы добавить то, что у нас была еще отдельная программа, конечно, которая ей не суждено было состояться. Мы хотели установить попытку рекордов ночных прыжков. Но в связи с тем, что на сегодняшний момент возникла сложность, Юхарина-Балка аэродром у нас не предназначен для выполнения ночных полетов. Мы согласовывали вопрос с командованием Черноморского флота, где нам пошли, в принципе, навстречу. Но возникли некоторые вопросы, которые, скажем, по нашей, наверное, возможно, наивности или несогласованности. Затянулся у нас вопрос по режимности, возможности режима использования гражданскими лицами на режимном аэродроме. То есть мы, наверное, пытались взять это на храпом. Я, наверное, себя больше критикую в этом вопросе. То есть к этому нужно было заранее готовиться. Я думаю, что мы оставим эту попытку на следующий год. Заранее все согласуем и сделаем. Обязательно проведем еще турнир памяти Кубка Федоренко. Он раньше проводился в Крыму регулярно. Это как раз такие ночные прыжки. Где в России на сегодняшний момент осталась еще попытка совершения ночных рекордов на точности приземления. Я хотел бы, естественно, и мои товарищи меня, наверное, поддержат, чтобы все-таки в Крыму эта попытка состоялась. Это важно. Что такое ночные прыжки? Ну, в принципе, сейчас было достаточно много сказано. Как сопереживают парашютисты во время парашютного прыжка, мне хотелось бы добавить немножко. Ну, во-первых, мы, инструкторский состав, всегда боимся тех людей, которые не боятся высоты. Это либо ненормальные, либо чересчур смелые. То есть и с теми, и с теми нужно, соответственно, очень вести себя осторожно. Любой нормальный человек, инстинкт самосохранения всегда присущ. То есть человек всегда переживает. И он не птица, он знает, что в любой момент у него есть надежный друг парашют. Но все-таки есть стихия. И, как мы всегда говорим, сухую статистику обмануть нам никогда не получится. Поэтому легкое переживание, у кого-то переживание за результат, который он даст на своем прыжке. Наверное, такого психологического страха его уже, наверное, нет. То есть выйти из самолета, есть, наверное, просто общее переживание. Переживание за то, как ты будешь выглядеть в составе своих товарищей, которые находятся на борту. Все ли ты покажешь, все свое мастерство ли ты сможешь в данной ситуации проявить. А начинающие парашютисты, да, это практически борьба с самим собой, психологическая борьба. Поэтому здесь, конечно, существуют определенные сложности. Но для этого и существует такой вид спорта, чтобы закалять волю, закалять свою смелость и идти вперед, двигаться вперед. Хорошо. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию, нашли время и ответили на самые интересные вопросы. Это была программа «В контексте». Занимайтесь спортом и оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Продолжение следует...